Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». В прямом эфире каждую среду работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн» и я, кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как сохранить здоровье, молодость и красоту. Используйте обязательно эти полчаса для того, чтобы задать вопрос в прямом эфире по телефону 376-45-88 или оставляйте комментарии на нашем сайте ekburg.tv и наш сегодняшний гость с удовольствием на них ответит. А в гостях у нас сегодня Белоусов Игорь Владимирович, клинический психолог. И говорить мы сегодня будем о том, что такое гипноз и что можно вылечить и от каких зависимостей избавиться, применяя эту уникальную методику. Что же такое гипноз? Ну, прежде всего, гипноз, если мы говорим о клиническом гипнозе, это метод, который признан основным в психотерапии. И, по большому счёту, методика представляет собой использование специфического состояния восприятия, которое именуется гипнозом. По определению академика Павлова, это состояние, по сути, является промежуточным между бодрствованием и сном и является очень позитивным именно в плане воздействия на центральную нервную систему. То есть восстановление баланса двух основных процессов, протекающих в центральной нервной системе, процесса торможения и возбуждения. И этот метод испокон века использовался в психотерапии и для восстановления, ну, каких-то, так сказать, дефектов центральной нервной системы. Это Вы как-то так очень сложно рассказали, а Вы можете проще рассказать? То есть человек в это время не спит, он полностью не отключен, он Вас слышит, Вы что-то можете задавать вопросы или как? Вот мы, я вот знаю только из фильма об этом методе. Хорошо, постараюсь покороче. Гипноз – это парциальный или частичный сон. То есть это промежуточное состояние между бодрствованием и сном с остаточными очагами возбуждения. И, собственно, вот это состояние, полезное в физиологическом смысле, используется как основной лечебный фактор. То есть не пресловутое внушение, как многие полагают, и это превратилось уже, ну, попросту в какие-то дремучие заблуждения. А именно физиология самого состояния является очень полезной для организма. Понятно. Вы знаете, у нас начали приходить вопросы на сайт, и я, если позволите, буду спрашивать Вас и от лица наших зрителей. Вопрос от Анфисы. Чем Ваш гипноз отличается от цыганского, например? И можно ли мне самой научиться других вводить в это состояние? Ну, во-первых, гипноз не мой, а гипноз – это специфическое состояние. Как я уже говорил, это целостное физиологическое состояние, такое же целостное, как, скажем, обычный сон или состояние бодрствования. И любой человек в своей жизни это состояние фактически проходит каждый день. То есть это такое краткое состояние, промежутка между бодрствованием и сном. Оно, собственно, и используется в психотерапии. Ну, а что касается цыганского гипноза, ну, это, понимаете, наряду с так называемым эстрадным гипнозом, это попросту отдельные жанры. Никакого отношения к клиническому гипнозу эти мероприятия не имеют. Как не имеют мероприятия массового так называемого зомбирования в условиях тоталитарных сект, либо каких-то коммерческих сект. Ну, все, наверное, видели людей, которые находятся в этих условиях, хлопают в ладоши, так сказать, производят какие-то неконтролируемые движения. К гипнозу это не имеет отношения. Это так называемые истероидные реакции, которые даже физиологически отличаются от гипноза. Гипноз как состояние, и это признано во всем мире, ну, за исключением, может быть, нашей страны, как позитивное торможение коры мозга и подкорковых образований мозга. Тогда как вот эти истероидные реакции проявляются при перевозбуждении нервных центров, то есть физиологически обратный процесс. Поэтому гипнозом это назвать никак нельзя. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот гипноз может нести и положительный эффект для излечения от какого-то заболевания или от какой-то зависимости? Для чего вообще он может применяться? И вообще может ли он быть вреден? Может ли иметь какие-то отрицательные последствия? Если мы имеем дело с клиническим гипнозом и со специалистом, который понимает, что происходит и, так сказать, умеет действовать в рамках психотерапевтической парадигмы, это один вопрос. Если мы имеем дело с людьми, которые занимаются цыганским гипнозом или каким-то иным воздействием на человеческую психику и называют это гипнозом, понимаете, это вопросы к ним. А гипнотерапия, курсовой клинический гипноз не имеет противопоказаний. То есть этот метод повредить кому бы то ни было попросту не может в силу своих физиологических оснований, потому что этот процесс торможения – это фактически механизм засыпания. А сон попросту не может человеку повредить по определению. И в данном случае мы можем говорить только об отсутствии показаний. То есть гипноз в ряде случаев просто не имеет смысла применять. То есть мы просто не вызовем никаких, так сказать, полезных последствий. То есть надо применять его по делу. Если мы имеем дело с пациентом, у которого неврологический статус, то есть какие-то тяжёлые органические поражения головного мозга, какой смысл заниматься с ним гипнотерапией, мы не вызовем никакой ремиссии, мы вообще ничего не получим. А от чего тогда, вернее, для чего он поможет? Прежде всего, когда мы ведём речь о дисфункциях центральной нервной системы, имеющей обратимый характер. О чём я говорю? Реактивные состояния депрессии. А, депрессия. Кстати, как раз можно вас перебью? Есть вопрос на сайте. Вот у меня, например, депрессия. Можно её гипнозом вылечить, причём навсегда? Не можно, а должно. Потому что распространённые заблуждения о том, что реактивные формы депрессии нужно немедленно глушить антидепрессантами – это попросту суеверие, которое ни одного человека уже, ну то, что называется, привело к очень тяжёлым последствиям. Реактивные формы депрессии – это стандартные реакции организма на, ну скажем так, запросы среды, ну некие агрессивные факторы, ну либо эндогенные какие-то факторы. И в данном случае, если человек быстро обращается, так сказать, к специалисту, который понимает, о чём идёт речь, депрессию можно оккупировать в течение двух недель. И здесь чем, ну скажем так, шлейф вот такой неправильной терапии будет шире, тем в конечном итоге мы будем ждать эмиссии дольше. Поэтому и депрессивные состояния, и состояния психосоматические, и вот та самая пресловутая вегетососудистая дистония, когда, так сказать, люди мучаются и совершенно не понимают, что с этим всем делать. Вот, панические атаки, разного рода проблемы центральной нервной системы, которые реализуются в обсессивно-компульсивных действиях. Проще говоря, что это значит? Ну, предположим, мы говорим о курении, да? Ведь большинство полагают, что курение – это некая вредная привычка, такой дефект поведения, да, слабость, так сказать, не знаю. Отсутствие силы воли. Ну, да. Хотя, когда у человека спрашиваешь, что такое силовули, он и ответить-то не знает, что. На самом деле это обсессивно-компульсивный невроз, то есть невроз навязчивых действий, где действия закрепляются как условные рефлексы. Именно поэтому человеку так сложно отказаться от курения. И именно поэтому курение так вредит человеку. Не потому, что, скажем, никотин является каким-то архивредным. Наверное, это тоже. Вы знаете, есть ряд микробиологических работ, которые доказывают отсутствие у никотина всякой возможности вызывать зависимость, и не так он опасен. Да, конечно, смолы, содержащиеся в табачном дому и прочее, конечно, это неприятная штука, которая сильно затрудняет человеку жизнь. Но это не катастрофично. На самом деле онкологические последствия, сердечно-сосудистые последствия курения, они связаны не с непосредственно никотином, а именно с невротизацией личности, с внутренним конфликтом, который в дальнейшем реализуется по психосоматическим механизмам и превращается в органические заболевания. Именно в этом опасность курения. Именно здесь, так сказать, должно быть острие психотерапии направлено именно в верном направлении. У нас есть вопрос на сайте от Екатерины. Неужели можно гипнозом от лишнего веса тоже избавиться? А диета? Или просто есть не будет хотеться? В чём вот действие? Ну, во-первых, если мы ведём речь о избыточном весе, очень часто это, конечно, проблема невроза. И сам неконтролируемый аппетит – это компенсация избыточного возбуждения нервных центров. Ну, как в народе говорят, человек заедает свои проблемы. Это совершенно верно. И если мы имеем дело с условно здоровым человеком, и у него нет уже каких-то серьёзных эндокринологических проблем, и лишний вес обусловлен неврозом и перееданием, то, конечно, в первую очередь нужно заниматься проблемами нервной системы, а не диетами и не какими-то странными, с моей точки зрения, мероприятиями, как то голодание, пусть оно даже называется лечебным, или отсечение, так сказать, в своей пищевой программе каких-то необходимых элементов пищевых, там, углеводов, либо жиров. И не надо забывать, что когда человек лишает себя на, опять же, невротическом вот таком фоне, скажем, тех же жиров и глюкозы, что он делает? Он лишает собственный мозг питания. Наш мозг питается глюкозой и жирами. Если вы их не потребляете, ваш мозг ничего не потребляет. А у человека и так при неврозе очень серьёзные проблемы именно на уровне субстрата мозга. И здесь надо, конечно, прежде всего заниматься проблемой невроза, устранение причин вот такого аппетита, который не контролируется, и, естественно, потом нормализовать пищевую программу в плане количества потребляемой пищи, а никак не качества. То есть вот нам хочется понять, как же действует гипноз. Вы погружаете человека в гипноз и совершаете какие-то, не знаю, действия, или какие-то говорите слова или ещё что-то, и потом после этого человек плавно начинает меньше просто кушать. Или что, на какие-то вы центры в нашей центральной нервной системе воздействуете, и просто аппетит уменьшается, и кушать не хочется. Вот какой-то можно чуть-чуть объяснить? Хорошо, ещё раз. Причиной переедания является избыточное возбуждение нервных центров, то есть невроз. Это понятно. Гипноз как состояние уже само по себе вызывает процесс именно торможения. То есть мы вызываем торможение, гасим избыточное возбуждение, то есть мы влияем на причину. То есть просто не хочется кушать после сеанса. Сначала выравнивать состояние нервной системы, ведь не случайно в гипнотерапии, прежде чем заострить внимание на симптомах и на основной какой-то проблеме, мы что решаем? Если есть нарушение сна, мы обязательно восстанавливаем сон. Если есть нарушение настроения, обязательное мероприятие для восстановления настроения. То есть человек должен получить состояние, в котором ему комфортно менять своё поведение. И тогда он не нарывается на внутренний конфликт. То есть если он ставит перед собой целью уменьшить количество потребляемой пищи, он спокойно это делает, без страха, без каких-то, так сказать, ужасных запретов и запугивания. То есть вызывая процесс ремиссии по именно центральной нервной системе, мы получаем спокойный отказ от тех или иных действий. Или наоборот человек начинает действовать так, как он заранее запланировал. Вы знаете, есть прямо несколько вопросов об ответственности специалиста перед пациентом и перед законом за погружение в состояние гипноза. Есть вопрос, например, от Николая. А где гарантия, что врач во время гипноза не закодирует ещё от чего-то, чего он сам захочет? Ведь пациент в это время себя не контролирует, он не знает, что с ним врач делает. Это же огромное доверие специалисту, врачу или в данном случае клиническому психологу. Вы понимаете, на самом деле вообще кредит доверия между людьми – это основа основ. Психотерапия – это и есть прежде всего доверие и доверительные отношения между специалистом и пациентом. Это касается не только гипнотерапии, это касается любых других направлений психотерапии. И именно по этой простой причине очень важно определить статус психотерапевта. Кто может заниматься подобного рода практикой? Каково должно быть образование? Каков опыт? И, собственно говоря, в данном случае, исходя из этого, мы и получаем кредит доверия. Или его не получаем. Именно по этой простой причине, конечно, пациент сам должен делать этот выбор. Насколько он может доверять тому или иному специалисту? Ведь то же самое происходит, если он попал на приём к травматологу, либо ещё по каким-то причинам пришёл. Он же может отказаться, если он видит, что человек некомпетентен. Но если он видит, то мало ли что может произойти. Какие проблемы? Он может перейти, так сказать, в сферу, как говорится, влияния каких-то других специалистов. Вот и всё. Здесь то же самое. Более того, я на этом всегда настаивал, не всякий психотерапевт подойдёт тому или иному пациенту. И это всё нужно определять именно на первичной консультации. И здесь человек очень быстро может эту ситуацию оценить, насколько мы можем подходить друг к другу, хотя бы по каким-то энергетическим...